МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Сделать выбор. В Гомеле названы имена новых членов Совета Республики, а избирательные участки готовят к голосованию за депутатов Палаты представителей. Благодарность за работу. В Речице прошли областные дожинки. Инициатива приветствуется. С начала года частный сектор трудоустроил более 3 тысяч жителей региона. Культурная сокровищница и визитная карточка города. Музей Дворцово-Парково-Ансамбля отметил 100-летний юбилей. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. 7 ноября в Гомеле названы имена членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. В соответствии с действующим законодательством их выборы прошли тайным голосованием. Совет Республики – последняя инстанция на пути прохождения законопроекта через парламент. Своеобразный юридический и экспертный фильтр, который гарантирует максимальное качество будущих законов. Кроме того, это Палата территориального представительства, члены которой избираются депутатами Советов депутатов базового уровня. Гомельскую область в ней представят 8 человек. Семеро из них являются беспартийными. Один представляет Коммунистическую партию Беларуси. Выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь проводятся тайным голосованием. Избранными считаются те, кто получит более половины голосов депутатов, принявших участие в процедуре. В Гомельской области этот рубеж прошли все претенденты. Кстати, работать в Верхней Палате парламента они будут на общественной основе. В Гомельской области продолжается избирательная кампания. Кандидаты в депутаты парламента встречаются с избирателями. На участках для голосования составили списки граждан, имеющих право принять участие в выборах и завершили оформление стендов с информационными материалами. Наши корреспонденты посетили некоторые участки. 72-я средняя школа в Гомеле самая новая. Строили ее с учетом всех современных требований, в том числе по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. В общей сложности в здании школам находятся сразу 4 участка для голосования. Сегодня их оформление практически завершено. Не хватает, пожалуй, только штор на некоторых кабинках и непосредственно урн. Они появятся 12 ноября, когда начнется досрочное голосование. Кстати, на всех участках урны уже готовы, причем значительная часть в этом году заменена на прозрачные. На сегодняшний момент уже готовы списки избирателей, и каждый избиратель может прийти на участок и посмотреть, есть ли его фамилия в списках. Комиссия провела уже определенную работу. Мы разнесли пригласительные на день выборов, разнесли листовки с кандидатами в депутаты и обошли людей с ограниченными возможностями. На нашем участке 5 инвалидов-колясочников. Всех опросили, кто может прийти на участок, а кому может быть нужно прийти проголосовать на даму. Ознакомиться со списками избирателей можно с 17 до 19 часов. Именно в этот период на участках организовано дежурство членов комиссии. 11 ноября сюда привезут бюллетени для голосования. С этого же времени начнется круглосуточное дежурство сотрудников милиции. Областной комиссией по выборам депутатов палаты представителей ход избирательной кампании характеризует как деловой и конструктивный. В настоящее время ведется подготовка, контроль, осмотр участковых участков для голосования. В первую очередь на соответствие как пожарной нормы, так и санитарной нормы и наличие тех необходимых средств для безбарьерной среды участников голосования именно инвалидов. В настоящее время серьезных нарушений не наблюдается на участках по голосованию. В то же время есть определенные рекомендации, которые нужно выполнить до начала самой определенной кампании, именно застрочного голосования, которое начнется с 12 числа по 16 включительно. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. 8 ноября в Речице разделили символический каравай области. Здесь прошел областной праздник тружеников села. В столице Дожинок 2019 район стал не случайно. Он один из лидеров области по сбору зерна. Причем этой тенденции уже немало лет. Именно здесь обычно поздравляют первых комбайнеров-тысячников. А средняя урожайность зерновых в регионе одна из самых высоких. Итоги этого сельскохозяйственного года в материале наших корреспондентов. Этот сельскохозяйственный год явно не был простым. В результате непогоды погибло 4,5% пассивов. Десятая часть повреждена. Однако с поставленными задачами все равно справились. Собрано 692 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Это 111% к уровню прошлого года. Больше, чем в минувшем сезоне, собрали в 15 из 21 районов области. Вместе с кукурузой урожай этого года приблизился к миллиону тонн. Хотя и выводы тоже сделали. Теперь в структуре кормовых культур будут расширяться посевы засхоустойчивого сорго-суданкового гибрида. Погодные условия не позволяли. Мы 1 июля получили такой большой штормовый удар по нашим зерновым культурам. Но мы выстояли наши механизаторы, растеневоды, животноводы достойно справились с теми трудностями, которые были. Ну и будем продолжать нацелены на то, чтобы увеличить производство в следующем году. Главный герой дожинок – труженики села. 210 водителей отвезли от комбайнов более 1000 тонн зерна. Рекорд у Павла Гречишкина из агрокомбината «Южный» – 7,5 тысяч. Всего же 1000 тонн зерна и больше намолотили 188 экипажей. Два из них – более 6000. Среди лидеров и 23 молодежных экипажа. Сегодня они говорят – было трудно, зато есть гордость за достигнутый результат. Приходим к 7 утра, обслуживаем комбайны, продуваем, заправляемся, чистим. Ну, обычно, как погода позволяет, пока роса не ляжет. Может быть, и до 12 иногда получалось. Награждали на дожинках не только лучших специалистов. Районы Гомельской области получают тракторы «Беларусь». Три из них – Мозырьский, Рогачевский и Гомельский – еще и автомобили «Нива», «Шевроле». Их начнут использовать сразу же после регистрации. И обязательно в сельском хозяйстве. Машина будет использоваться именно в производстве сельскохозяйственной продукции через мониторинг, контроль, организацию работ на наших полях и фермах. А дают за определенный результат. Поэтому за этот результат я искренне благодарю тружеников Гомельского района, которые своим ответственным трудом позволяют звучать Гомельскому району и получать такие награды. К участникам и гостям областных дожинок обратился президент Беларуси Александр Лукашенко. В приветственном адресе слова благодарности за достигнутые успехи. Вы немало потрудились и собрали достойный урожай. Гомельщина занимает одно из ведущих мест по выращиванию кукурузы. Молочная продукция местных заводов является белорусским брендом, который известен далеко за пределами страны. Конец цитаты. Экспорт сельскохозяйственной продукции вообще предмет особой гордости Гомельской области. 234 миллиона долларов или 103% к уровню прошлого года. Кроме молочной, значительная доля экспортной составляющей мясная продукция. В этом году победитель областных дожинок по ее производству Мозырский район. Особых секретов успеха нет. Соблюдение технологий, эффективные меры стимулирования для работников, хороший уход за животными. Помимо заработной платы, которую получают в денежном варианте, есть еще продуктовые наборы в виде и молочной, и мясной продукции, которые у нас предоставляют перерабатывающие предприятия или же само предприятие совхозкомбинат «Заря», для того, чтобы поощрить дополнительно за выполнение заданий, за ту качественную работу и, конечно, за наставничество. Потому что сегодня уже нашему старшему поколению надо думать о своей смене. И готовить смену надо не за один день, а поэтапно. Областные дожинки – это не только честование победителей, но еще и праздник тружеников села. Хорошее настроение стремились создать на каждом подворье. Демонстрации собранного урожая, самобытными местными обрядами и народными песнями. А еще это был день встреч и воспоминаний. Анатолий Козел, совхоз Василевичи Реческого района, возглавлял с 1969 по 1973. На дожинках он подходит к художественному коллективу, который приехал из этого хозяйства. Самое прекрасное время, которое у меня было, это конкретная хозяйственная работа. Совхоз Василевичи – замечательные люди, прекрасные. У нас показатели росли, потому что благодаря только этим труженикам они не только поют, танцуют, но они прекрасно работали. Здесь и поливоды, здесь и доярки, значит, лучшие люди. Среди результатов работы агропромышленного комплекса Гомельской области рост выручки на 2,5%. При том, что сегодня в сельском хозяйстве области занято 7% трудоспособного населения, они приносят почти 11% воловой добавленной стоимости. Другими словами, один труженик села в прямом смысле кормит 34 жителя региона. Специфика территории – это очень важная составляющая. И погодно-климатические условия, и бальной земли, конечно, накладывают определенный отпечаток. Поэтому Гомельщин – это трудолюбивые люди, очень ответственно относящиеся к делу. И для того, чтобы получить тот результат, который сопоставим с другими областями, еще раз повторюсь, надо работать в два раза больше. Поэтому у меня очень уважительное отношение к жителям, к труженикам села, потому что это очень работящие люди, очень ответственны за свой порученный участок. И Гомельщина достаточно достойно держит свою марку. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Озеленение населенных пунктов, трудоустройство, строительство дорог и земельные споры. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей на этой неделе провел прием граждан. Накануне разговора с населением специалисты озвучили статистику. С начала года в облсполком поступило 3376 обращений. На 1% больше, чем было в прошлом году. На данный момент положительно решены 7% вопросов. 22% находятся на контроле. Прием еще раз подтвердил, далеко не все обращения можно решить в пользу заявителя. Особенно, если человек требует принять решение в обход закона. Со своими вопросами к главе региона пришли 9 человек. Жители областного центра Гомельского, Лоевского и Мозырского районов. В Беларуси отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции. В Гомеле к этому событию приурочили митинг, который прошел на площади Ленина. Сегодня существуют различные точки зрения на события 1917 года и их влияние на ход мировой истории. Этой теме посвящены сотни научных исследований, проводимых во многих странах. В частности, Октябрьская революция позволила впервые создать белорусское государство, реализовать право народа на самоопределение, развитие культуры. Как отмечается в поздравлении Гомельского полусполкома и областного совета депутатов, благодаря тем историческим преобразованиям, республика сформировала собственный политический, экономический и интеллектуальный потенциал, стала на путь общественного прогресса. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее, идем собственным путем развития, все блага создаем своими руками, умом и талантом во имя Беларуси и для ее процветания. В Брагинском районе появится порт с выходом в Черное море. Первая очередь строительства должна начаться уже в этом году. Международный логистический центр появится рядом с деревней Нижней Жары. Территория займет около 400 гектаров. Таким образом, Беларусь сможет перевозить по Днепру нефтепродукты, лес, строительные материалы и металл, когда откроется Петриковский горно-обогатительный комбинат и еще и калийные удобрения. Согласно проекту, свой путь суда будут завершать в Херсоне. Затем через Черное море товары можно будет доставлять в Европу, Азию и Африку. В Гомельской области с начала года создано более 500 новых частных предприятий. При этом половина в производственной сфере. Среди новых гомельских предприятий – «Ведотранзит». Ранее на этой площадке был стеклозавод, но обанкротился и был закрыт. Восстанавливать мощности взялся частник. Что из этого получилось, знают наши корреспонденты. После ремонта линии на работу приняли более 300 человек. Благодаря заводу государство значительно сократило импорт банок и бутылок. Только 15% продукции идет на экспорт в Россию и Европу. Кроме того, есть повод задуматься и о расширении. Спрос на стеклянную упаковку с каждым годом будет только расти. Сейчас многие страны выбирают стекло и отказываются от пластика. Что положительно влияет не только на экологию, но и на экономику. На заводе это просчитали заранее. «Маркетинговые исследования очень длительные и очень долгие. То есть нельзя построить завод и потом думать, куда и кому это продать. А чтобы продать, снижать стоимость или останавливать мощности. То есть маркетинговые исследования. И лучше всего развивается, я так опять же предполагаю, бизнес, когда люди, которые начинают заниматься чем-то новым, этим новым они в какой-то мере всегда занимались». С начала года в регионе создано 500 новых частных предприятий. Но поскольку превратить идею в конкурентно способный проект не так просто, как кажется, государство продолжает создавать для бизнеса необходимые условия. «Мы предлагаем для развития бизнеса промышленные площадки, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Также предлагаются для сдачи в аренду промышленные и не только промышленные площадки на крупных предприятиях. Предлагаются земельные участки для создания крупных и не очень крупных промышленных объектов, объектов сферы торговли, услуг, логистические центры. То есть стараемся найти интерес для каждого инвестора». С начала года частный сектор трудоустроил более трех тысяч жителей региона. По статистике, каждое второе рабочее место сегодня приходится на долю малого и среднего бизнеса. Марина Джалая, Новости недели. Школе гомельского хоккея в этом году исполнилось 19 лет. За это время воспитано немало талантливых спортсменов, востребованных и в Беларуси, и за рубежом. Вот только несколько ярких примеров тем. 22 из 29 игроков основной команды «Гомель» – местные воспитанники. Семь гомельских хоккеистов были вызваны в молодежную сборную страны для участия в турнире «Четырех наций», который завершился в эту субботу в Бобруйске. О кадровой стратегии большого хоккея и мотивации на высокий результат наше воскресное интервью с генеральным директором хоккейного клуба «Гомель» Виталием Усовичем. Кадры для спорта высоких достижений. Тема непростая. С одной стороны, эффективнее и явно проще выкупить опытных легионеров. С другой стороны, логичнее эти средства вкладывать в своих воспитанников. По какой дороге идет хоккейный клуб? Вы знаете, это очень непростой вопрос. И здесь очень важно соблюсти правильный и грамотный баланс. Вы очень правильно сказали, что легионеры, которые приезжают к нам, это должны быть, во-первых, легионеры очень высокого уровня. Они обязательно должны быть в команде для того, чтобы наша молодежь, которая растет, которая развивается, им надо учиться у серьезных, хороших, старших товарищей. Учиться всему. Учиться, как выходить на лед, как грамотно вести себя во время игры, как грамотно готовиться к игре, как проводить разминку, заминку. Но в то же время команда не может состоять только из одних, лишь приглашенных игроков. Это сиюминутный результат. Мы его получили сегодня, а завтра может остаться выжженная земля. Да и не самое дешевое удовольствие. Отнюдь. Вы здесь очень правильно сказали. И поэтому наша основная задача, и хоккейный клуб очень давно придерживается этой тактики, мы делаем ставку на своих воспитанников, на наших местных гомельских ребят. Тем более, что в структуре хоккейного клуба находится не только команда мастеров и команда высшей лиги дублирующий состав, но также детская хоккейная школа. Это 12 возрастов. И сами прекрасно понимаете, что у ребенка, который пришел заниматься хоккеем, должен быть главный стимул, да, это он должен знать, что у него будет предоставлена возможность выступить в основной команде. Сегодня 22 из 29 игроков хоккейного клуба «Гомель» – это местные воспитанники. Все верно? С какого возраста начинаете подготовку совсем юных спортсменов? Мы приглашаем заниматься мальчишек, начиная с 6-летнего возраста. Они проходят поэтапную подготовку в течение 12 лет. На 12-м году обучения в школе они переходят в команду юниорскую, в юниорской лиге. У нас очень опытный тренер на юниорском возрасте – это Андрей Андреевский. Это легенда гомельского хоккея. Он много лет был капитаном нашей гомельской дружины. И в руках Андрея ребята шлифуют свое мастерство. Затем каждому нашему воспитаннику мы предоставляем возможность попробовать свои силы в команде высшей лиги. Это дублирующий состав. И те, кто проходит отбор, им уже предоставляется право попасть в основную команду. Вы очень правильно сказали. Из 29 человек команды экстралиги на сегодняшний день 22 – это наши воспитанники. Более того, я вам хочу сказать, что это те ребята, которые прошли через структуры национальных сборных команд, которые выступали на чемпионате мира, являются чемпионами мира даже. Это ребята, которые завоевывали золото чемпионата среди высшей лиги. И это ребята, которым по результату выступления в континентальном кубке присвоено звание мастеров спорта. Немного о так называемой спортивной аренде. Как понимаю, на наших талантливых ребят, воспитанников школы хоккейного клуба «Гомель» достаточно хороший спрос в клубах по всей Белоруссии и не только. Вы понимаете, школе гомельского хоккея на сегодняшний день уже исполняется 19 лет. Это значительный срок. И естественно, что за 19 лет школа уже подготовила значительное число хоккеистов, которые востребованы внутри Республики Беларусь. И, скажем так, есть уже ребята, которые играют за пределами. Поэтому на правах спортивной аренды наши ребята играют в хоккейных клубах Республики Беларусь, и в Бобруйске, и в Ворше, и в Пинске, и в Металлурге. То есть очень много ребят у нас на сегодняшний день, кто не смог пройти отбор в основную команду экстралиги, поехали на правах спортивной аренды. Доказывает, что гомельская школа хоккея дает очень серьезный результат. Тем не менее, они могут вернуться с новым опытом, в том числе, и в этом тоже плюс. Я вам скажу больше. То есть у нас в составе команды этого сезона есть игроки, которые на правах спортивной аренды в прошлом году выступали в том же Пинске, в той же Лиде, в том же Бобруйске, и сейчас они выступают в основном составе гомеля. И еще о работе с кадрами в спорте высоких достижений. Справедливости ради тренерские кадры из гомеля тоже знак качества. Александр, здесь вы абсолютно правы, потому что именно в гомеле начинали свой тренерский опыт такие известные на сегодняшний день белорусские тренеры, как Андрей Скобелко, Александр Андреевский, Владимир Копоть, Евгений Ясаулов, Евгений Летов, тренер по вратарям Леонид Гришукевич. Даже нынешний тренер нашей команды экстралиги Сергей Стась, он заканчивал игровую карьеру игроком в хоккейной клубе Гомель и непосредственно свой первый тренерский опыт тоже получил здесь. И только потом уже был тренером, ассистентом в Минском «Динамо». Поэтому, вы знаете, я еще могу упомянуть Артема Сенкевича, который на сегодняшний день работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Дмитрия Панцирева. То есть гомельская школа подготовила очень много тренеров, которые на сегодняшний день прославляют нашу страну. И в завершении сегодня наша хоккейная дружина, основной состав, пятая в стране. Как мотивировать ребят на результат? Здесь, понимаете, каждый человек, который работает в спорте, независимо от того, это игрок, это тренер, это руководитель, не может видеть для себя иной задачи, кроме как победа. В спорте есть две категории. Это победитель и проигравший. Все. Третьего не дано. Поэтому, естественно, что всегда надо добиваться максимума, всегда надо ставить задачу максимальную. Второй вопрос о том, что насколько эта задача на сегодняшний день соответствует составу, с тем остальным аспектам сопутствующим, которые есть, насколько готова молодежь, вот эти наши 22 человека, проявить свои максимальные качества, и насколько они готовы на сегодняшний день бороться, особенно в плей-офф, это отдельный турнир, да, насколько они готовы бороться с лидерами из других команд. И я здесь хочу сказать, что самое страшное в спорте, это когда спортсмен останавливается, понимаете? То есть он перестает развиваться, и он начинает выходить, неважно, на ледовую площадку, на футбольное поле, да, выходить как на обыденную работу. Вот тогда уже, да, тогда надо не бояться привлекать молодежь, вот, вводить новых игроков в состав, да, давать вот ребятам карт-бланш, молодым хоккеистам, 18, 19, 20 лет. Спорт сейчас молодеет, и тренер не должен бояться доверять молодежи. Тогда все будет получаться, потому что очень важен патриотизм. Ребята должны гореть, они должны быть заинтересованы в том, чтобы играть за город, за клуб, за страну, за то, чтобы поднимался флаг родной страны на международных аренах. И тогда все получится. Виталий Юрьевич, спасибо за интервью, успехов вам и команде. До встречи в эфире. Спасибо, и вам успехов. 7 ноября одной из старейших музейных учреждений Беларуси Гомельский дворцово-парковый ансамбль отметил вековой юбилей. К своему столетию музей подошел в отличной форме. Он входит в пятерку лучших музейных учреждений Беларуси. Ежегодно его посещает более 300 тысяч человек. А в фондах хранится свыше 250 тысяч экспонатов. В течение этой недели сотрудники историко-культурного учреждения проводили праздничные мероприятия, а также принимали подарки и поздравления. Подробнее об этом и других культурных событиях расскажет Анна Корольчук. Сегодня в Гомельском дворцово-парковом ансамбле реализуются культурно-просветительские проекты, а его сотрудники ведут научные и археологические исследования. Юбилей учреждения в музее отметили проведение международной конференции и торжественного собрания, где сотрудники принимали от гостей поздравления, награды и подарки. Гомельский облсполком, например, передоставил сертификат на 20 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы. А Государственный Эрмитаж подарил новые экспонаты для выставки, которые гомельчане увидят в скором времени. Телерадиокомпания «Гомель» в свою очередь подготовила документальный фильм «Экскурс» по главным вехам истории музейного комплекса. В Гомельском цирке стартовала новая программа под названием «Алливрувер». Зрители встретили гостей аншлагом. Артисты без страховки взлетали под самый купол и демонстрировали цирковые рекорды. Они покорили жюри многих международных конкурсов, в том числе проходивших в Италии и Корее. Отдельного внимания заслуживают четвероногие пернатые артисты московского цирка. В программе задействовано 40 представителей животного мира – питоны, собаки, леопарды, медведи и пони. Гастроли цирка в Гомеля продлятся до 1 декабря. Ощутить атмосферу Парижа конца XIX века можно в картинной галерее Гаврила Ващенко. Здесь открылась выставка литографии французского художника Анри де Тулуз Латрека. Экспозиция разделена на три блока. Первый представлен ранними портретами и произведениями анималистической тематики. Второй рассказывает о кабаре и повседневной жизни куртизанок. Еще один блок посвящен позднему периоду творчества – цирковым зарисовкам и театральным афишам. Выставка впервые экспонируется в Беларуси. В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка акварели гомельского художника Игоря Хайкова. На ней представлено около 30 работ. Одной из главных тем его творчества является лирический пейзаж. Художник умеет прислушиваться к природе и точно передавать ее состояние. Свет и музыка картин дарят оптимизм и радость. Глядя на акварели, можно почувствовать прохладу осеннего воздуха, свежесть дождливого дня, мягкость снега и запах цветущего сада. С культурными событиями вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.